Друзья, вы смотрите «Привет, Ахмед!» Меня зовут Ахмед Базиев, я заводчик и ветеринар. И сегодня в выпуске я хочу, чтобы мы поговорили про самые большие ошибки, которые многие из вас совершают при дрессировке собак. На самом деле в городе есть несколько основных команд, которые ваша собака должна знать, чтобы продлить ей счастливую, спокойную жизнь. Это команда «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», «Рядом» и «Место». Эти пять команд – это основные команды из общего курса дрессировки. Есть еще международные курсы дрессировки, типа ИПО, но это немножко другая история. Поэтому сегодня в выпуске мы поговорим про то, как правильно нужно вашу собаку научить этим командам и не совершать ошибки, которые многие делают. Так что смотрите «Привет, Ахмед!» Поехали! Друзья, хочу вам представить сегодняшнего гостя и спикера в нашем выпуске. Это Олег Макаров, руководитель экономического центра «Доксити. Дрессировка собак», судья международной категории РКФФЦИ по рабочим качествам и очень крутой тренер. Знаете, я как заводчик прям его рекомендую. Он очень мега специалист. Мой дорогой друг. Сегодня Олег нам расскажет о частых ошибках, которые вы используете при дрессировке вашей собаки. Мы поговорим сегодня про пять базовых команд из общего курса дрессировки. Это сидеть, лежать ко мне, рядом и место, выдержка. Олег, скажи мне, вообще, почему именно эти пять команд, самые основные, почему именно этим командам нужно учить собаку, которая живет в городе? Ну, потому что этими командами вы будете пользоваться в первую очередь. Даже вместо места, я бы, наверное, сказал рядом. Важная команда, когда нужно пройти мимо детской площадки, мимо другой собаки. То есть, это ко мне рядом, сидеть, лежать, стоять. Ну, да, выдержка тоже имеет значение. Это необходимый минимум, который должна знать каждая городская собака. Ну, и самое главное, да, мы живем в большом мегаполисе, и в городе всегда очень много людей, и ваша собака не должна доставлять неудобства окружающим людям. Итак, друзья, мы сейчас конкретно на каждой команде немножко покажем, как правильно делать и что не нужно делать. Так что, поехали. Первая команда, самая важная для города, какая? Ко мне. Команда, ко мне. Сначала мы начинаем с ошибок. Ну, ошибки, которые могут быть, да, это вы бесконечно повторяете команду ко мне. Собака же, она не знает человеческий язык. Она как иностранец. И от того, что вы кричите ей ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, если собака не знает, ну, она к вам не подойдет. А если вы повторяете бесконечные команды, и собака к вам не подходит, собак учится их игнорировать. Занимайтесь так, чтобы у собаки не было возможности проигнорировать вашу команду. И здесь есть два пути. Или собака от вас должна что-то хотеть, она может хотеть от вас еду. окей под как я я работаю за еду она подходит к вам за еду она может подходить к вам за игру есть игрушка или собака может или собака может приходить к вам потому что она очень сильно ориентирована на вас она хочет вашего общения как конечный результат мы к этому идем нам нужно сделать так чтобы собака всегда хотела быть с нами за спасибо покажи пожалуйста самые распространенные ошибки свои практика которую делают просто обыватели ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне кому сказал ко мне на 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 он лежит и думает папа ты что сумасшедший что с тобой происходит вот это самое главное ваша ошибка вы очень часто повторяете камни вы меняете звуки вы меняете действия собака не понимают что происходит вообще если вы приманиваете собаку игрушкой или едой показывайте заранее, да, то вы обречены всю жизнь таскать с собой еду или какую-то игрушку. Просто так собака к вам не подойдет. Издалека будет смотреть. Ну-ка, покажи, что там у тебя есть. Есть еда? Есть? Есть игрушка? Нет? Ну, окей, все, до свидания. Надо заинтересовать, значит. Да, собака должна верить, что у вас что-то есть. И вот игрушка и еда – это путь к тому, чтобы собака работала за общение. Когда собака появляется у вас в доме, первое, чему она учится – это кличка. Она не знает ничего, кроме клички. Да. Команды «Ко мне» ваши, они ничего для собаки не знают. Поэтому на улице зовите собакой кличкой. Это знакомая история, знакомая. Не нужно пока там делать, сидеть при подходе, там, обойди, там, еще что-то. Просто брось свои дела, подойди ко мне и сразу получишь еду. Окей, покажи, как это нужно делать. Окей. Прест. Да, у вас сразу должна быть какая-то еда или там похвалили собаку «Да, ты мой хороший! Да, ты мой хороший!» Все, иди гуляй. Отпустили собаку. Пошли, 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 Прест. Иди. Преста. Да, но он, видите, эта маляной и так на меня замотивирована. Прест. Подошел, получил еду. Супер, мой хороший, мой хороший. Прест. Да. Я не показываю еду заранее. Он ко мне подходит и в конечном итоге только получает еду. Только в конечной фазе получает еду. Чтобы не было того, что вы присаживаете, как говорят, присядьте, собачка подойдет, и вы ему начинаете, знаете, шашлык пихать. Возьми, возьми, возьми. Нет. Он должен понимать, что он подойдет, и только тогда он получит лакомство. Да. В принципе, это законы Павлова. Условные рефлексы и безусловные рефлексы. То, что Олег говорит про лакомство и подзыв, это называется условный рефлекс. Возьми, Ахмед, можешь пару кусочков взять. С открытой ладонью ему дашь, и подзовешь. А то он от меня не отходит никуда. А зайди. Прест, ко мне. Да. Да, браво. Молодец. Молодец, браво. Вот это правильно. Следующая команда, какая важная для города. Молодец. Есть команды, которые формируют впечатление о собаке. Прест, иди сюда. Давай. Это команда рядом. Никто не знает и не видит, как вы гуляете. Ваша собака может быть абсолютно невоспитанная. Ну, может быть, в кавычках. Она может бросаться на людей, на велосипедистов, драться с собаками. Никто не видит, как вы гуляете в парке, в лесу, да, но все видят, как вы выходите из дома, как вы заходите в подъезд, как вы переходите дорогу. И команда, в этот момент вы используете команду рядом. Это вторая, наверное, популярность команды, которой вы в жизни чаще всего пользуетесь. Перейти дорогу, пройти мимо другой собаки, выйти, зайти из подъезда в лифт. И эта команда формирует впечатление о воспитанности собаки. Ваша собака может уметь только ходить рядом красиво, и она в вашем квартале будет считаться самой умной собакой. Это будет, знаете, реинкарнация Мухтара. Смотрим, как правильно выполнять команду рядом, или сначала, как неправильно выполняют команду рядом. Давай, как неправильно. Окей, как неправильно, смотрим и так не делаем. Поехали. Ну, во-первых, что такое рядом? Это значит, голова собаки должна быть рядом с вашим бедром. Голова. Прест. О, вот это рядом. О, пошли. Вот рядом. Вот, молодец, мой хороший. Я показал правильный пример, но это уже готовая собака, которая умеет что-то делать. Как неправильно? Это бесконечно повтор команд. Рядом, рядом. Я тебе сказал рядом. Ну-ка, давай со мной рядом. Неправильно, когда он болтается у вас на половину корпуса от вас, на корпус сзади или на корпус впереди. Это не рядом, а где-то около. Это не рядом. Собака не знает. Прест. Ну, очень трудно показать. Неправильно, потому что он знает, как правильно. Знаете, когда собака вундеркинд или ученик отличник, он плохо не сделает, потому что он умеет хорошо. Но примерно, Олег показал вам, я объяснил, как нужно правильно это делать. Вот сейчас были элементы из ИПО, которая сейчас называется ИГП. Это международный вид дрессировки. Мы об этом сделаем отдельный выпуск. С чего начнем движение рядом? Да, обычно мы со щенками, с молодыми собаками, мы начинаем за еду. Берем в руки кусочки, берем вот таким вот образом в открытой ладони. Еду прям собаке под нос. Да, и вот мы просто кормим собаку в движении рядом. Молодая собака не пройдет с вами 50 шагов. Пройдите 10. Пройдите 10. Но за 10 шагов он всегда должен быть с вами пес. Он не должен нюхать землю и отвлекаться куда-то. Собака рядом с вами. И обратите внимание, я не повторяю никакие команды. Он просто идет со мной рядом. Я прикармливаю место рядом с собой, как рыбак прикармливает рыбу. Друзья, сейчас вы увидите правильное выполнение команды рядом. И обратите внимание на положение хвоста собаки, на ее настрой. Она эмоциональная, она хочет это выполнить, ее не заставляют. Это видно по ее хвосту и по вот этому всему драйву. Она прям кайфует от того, что она делает. Смотрите. Молодец, 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 молодец. Да. Супер. Молодец, собака. Сейчас, друзья, команда сидеть. Я помню, как меня в кружке юного кинолога в Досафе учили команду сидеть. Надо собаке надавить на круг, поднять руку, она сядет. Скажи мне, как это вообще нужно сделать правильно, а потом покажешь, как делать неправильно? Слушай, методик очень много и надавить на круг это тоже одна из методик. Но сейчас современная система дрессировки собак настроена на то, что собаку мы ставим в такие условия, когда она сама хочет сесть. Мы и чаще всего с молодой собакой, это самая простая команда, которая собакой выучится в первую очередь. Берем в руки кусочек. Иди сюда, пресс. Руку поднимаем над головой, собака поднимает голову, опускает попу, окей, получает кусок, и мы ее хвалим. Это самая простая команда. Иди сюда, давай. Видите, какой он на драйв, он прям кайфует от того, что он делает. Это очень важно, когда у вашей собаки есть положительные эмоции от работы. Вы не заставляете ее. Как плохо. Нельзя повторять бесконечно сидеть, сидеть, сидеть. Это прям бич всех владельцев. Собака не знает команду сидеть, она не знает русского языка, его бесконечное. Сидеть. Бессмысленно повторять. Сделайте так, чтобы собака села. Еда наверху, собака смотрит наверх, тут же получает кусочек. Если у вас маленькая собачка, вам придется нагнуться. Вам придется нагнуться и вот так вот, чтобы собака подняла голову, и она села. Покажи, как правильно команда делается сидеть, и прям красиво, как она делается. Ну, берете в руку еду, это прям метод прямого наведения. Прям еду под нос. Вот, собака может стоять руку наверх, да, села, получает награду. Не отходите от собаки, не повторяйте ей сидеть, 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 сказал. Не повторяйте много раз. Один раз. Если собака не садится, лучше делайте подсказку. Сидеть. Шикарно выглядит. А сейчас мы перейдем к какой команде следующей? Давай лежать, потому что это очень близко. Команда лежать. Поехали. То же самое. В руку кусочек. Можно делать из положения сидеть. Я люблю делать из положения стоять, когда собака стоит. Лежать. Да, руку вниз. Здесь какие могут быть ошибки? Вы говорите собаке лежать, лежать, и вот уходите от собаки. Как она ляжет, если вы уходите? Стойте на месте. А как быть, как учили многих раньше в The Saffin? Нажимать на спину, придавливать, лежать. Что это? Опять, сейчас все собаки, вся современная методика дрессировки построена на том, чтобы собака сама хотела что-то делать. Ну, тебе будет приятно, если я возьму тебя за плечи и буду там укладывать? Однозначно нет. Ты будешь сопротивляться. Если я сильнее тебя, возьму палку, ударю тебя, к примеру, ну, ты крепкий такой мужичок, и мне тяжело будет тебя положить, ты все равно ляжешь, но ты будешь меня не любить. Ты не будешь любить занятия, не будешь любить меня, ты будешь хотеть свалить от меня при любой первой возможности. Друзья, имейте в виду, чтобы вы правильно нас понимали, мы не хейтим советскую школу дрессировки. Она одна из лучших в мире. Абсолютно. Сейчас, на самом деле, на советской школе дрессировки построено очень много международных видов дрессировки. Мы говорим о тенденциях. Сейчас тенденция к тому, что собака все работает и дрессируется, и все делает в кайф. Она радуется на позитивном поощрении, без принуждения. И если вы смотрите на собаку со стороны, приехали на дрессировочную площадку, и вы со стороны видите, что у собаки прижатые уши, поджатый хвост, это уже говорит о качестве дрессировки. Это первые признаки дискомфорта собаки. Да, собака должна любить занятия, любить. Тогда ваш прогресс в дрессировке будет как взлет ракеты, стремительный вверх. Покажи, пожалуйста, как Престон, кстати, Олег мне сказал, что он, оказывается, не просто Престон, он дома Петя. Московский Петя, обычный русский Петя, наш Петя, самый крутой, самый дрессированный и самый умный. Пусть он нам покажет, как он умеет быстро это все делать. Сидеть, лежать, стоять. Прест, Скори, Скори, что ты там хочешь? Ну-ка давай, давай, сидеть, сидеть, лежать, сидеть, лежать, сидеть, стоять, стоять. Да, молодец мой хороший, иди-ка сюда, ну-ка быстро, давай, давай. А вот это красиво рядом. Давай, 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 сидеть, лежать. Чтобы собака делала все быстро, быстрее его подкрепляйте. Сделал награда, сделал награда. Чем быстрее награда, тем быстрее работает собака. А сейчас я хочу, чтобы Прест показал, как красиво делается команда рядом. Причем то, что он сейчас покажет, это элемент из ЭГП. На самом деле, друзья, если вы не знали, есть международный вид дрессировки. ИПО это одно и то же, что и ЭГП. Сейчас называется ЭГП. Покажи, пожалуйста, Олег. Да, Прест, сидеть, сидеть, сидеть. Сидеть. Давай, лайк. Сидеть. Хер. Пес. Да, молодец. Молодец. Пес. Давай, давай. Он такой семиленний, уже матерый пес. Он, знаете, молодые собаки, мне кажется, более эмоциональный. Да, он уже. А он уже умудренный опыт. Там он говорит, папа, ну ты хочешь показать, что я умный? Ну на тебе. Да, он уже взрослый, семь с половиной лет. Вальяжно. Да, он уже крупненький для малинуа и скорости уже ему не хватает. Не то, что молодости. Друзья, завершая выпуск, помните, дрессировка, воспитание – это залог здоровой и долгой жизни вашей собаки в городе. Показали в этом выпуске наибольшие ошибки, которые многие обыватели совершают при дрессировке и при обучении собаке определенным базовым командам. Олег, я хочу подарить тебе от наших партнеров компании Лимкорм, производители торговой марки Сириус, маленький презент. А вам, друзья, сказать, что от правильного питания зависит долгая здоровая жизнь вашей собаки. Привет, Ахмед! Рекомендует корм Сириус. Мои собаки его едят, и я очень доволен. Смотрите, привет, Ахмед! Дрессируйтесь у Олега Макарова, и будет вам счастье! Субтитры подогнал «Симон»!